всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня сегодня я буду делать полив в теплице и сейчас хочу рассказать о поливе вчера я рассказывала как я поливаю стаканчики по одной штучке и сегодня сняла выпуск ответы на вопросы где я подробно объяснила почему я не поливаю в поддон и никогда не буду поливать в поддон чем это чревато и опасно тут тоже есть свои нюансы как мне написали но проще всего наливайте воду в поддон и все нет мне это не подходит ухудшается качество рассады а сейчас я хочу поговорить о поливе в теплице как раз сегодня прочитала комментарий одна зрительница написала что я вот там смотрю на одном канале где сверху прям льется на помидоры поливают 1 я как же она спросила одно и мне это кажется странным что так поливают или нет и вот я хочу рассказать про полив томатов да про томаты всегда специалисты говорят что они не любят полив по листу вот для них нежелательно полив по листу что лучше поливать под корень но я когда два года назад снимала в открытом грунте я рассказывала что иногда бывает нет возможности поливать под корень вот у меня их много я летом включаю брызгалку и да летом я тоже позволяю себе вот это правило нарушить что по листу не надо поливать и разбрызгиваю вот так вот воду по по всему своему томатному полю но это летом там его хорошо проветривается там где это влага которая упала на листики утром рано если польешь она тут же высыхает без последствий но в теплице я все-таки хочу предостеречь и вот но я буду только про себя говорить вот я бы никогда не рискнула например в теплице вот на эти сейчас томаты лить слейки даже вот так вот сверху ну во первых днем мы не можем сверху лить потому что будут обязательно солнечные ожоги нельзя по верху лить а вечером я тоже не рискнула бы сверху полить потому что вот эти капли они вот тут вот даже в пазухах могут остаться вот где между листом и стволом вот где цветочная кисть и просидев эта капля всю ночь на помидоре во первых ничего хорошего не будет что мокрые помидоры в ночь уйдут а ночи еще прохладные это опасность возникновения от различных всяких заболеваний которые от сырости у нас и даже опасность того что в том месте как я уже говорила где эта капля будет сидеть она же не испарится быстро она даже может до утра до сидит там тут может быть даже загнивание вот этих вот цветочных бутончиков ну и во первых конечно если она идет у нее у этого полива падает сверху вода если с водопровода то это жесточайший стресс будет для томатов холодной водой оросить сверху но если теплая она еще может быть но я про себя скажу я бы никогда не рискнула особенно вот ранние сейчас высадки когда они так в тяжелейшем условиях когда вот эти вот скачки днем вроде тепло а ночью уже сильно еще сильно холодно сверху никогда не поливаю лучше я как больше времени затрачу на полив но я полью обязательно туда до сегодняшнего дня я поливала только теплой водой приносила прям наливала дома в ванне в 5 литровые емкости приносила из леечки поливала но сейчас добавилась уже и вторая теплица и вы понимаете что просто физически невозможно столько воды перетаскать сюда тем более мы включили летнюю воду у нас сугробы же растаяли все есть возможность поливать как бы большее количество ну как полить то их вот и сегодня я буду первый раз поливать томаты из шланга это тоже не очень хорошо и это тоже специалистами не приветствуется что поливать холодной водой везде же сказано поливать теплой водой но вы понимаете что такого количества теплой воды взять просто сейчас где-то невозможно но я придумала такой выход поливаю в два приема я потом вам если будет время может быть во время полива покажу хоть минутки две запишу первый раз сейчас я приду я вот сейчас подожду когда поднимется температура я специального дверь ту не закрывая чтобы сильно не было проветривания сквозняка я сейчас подожду когда поднимется температура тут ну 28-30 градусов она поднимается очень быстро для чего я это делаю я хочу чтобы максимально прогрелся грунт и когда я на горячий грунт сейчас буду лить то вода проходя сквозь землю как сквозь фильтр она немного градус свой понизит то есть согреется вот видите у меня здесь сейчас сухо вот поливочная луночка она почти высохла и если я не буду поливать ее то я уже говорила и листики начинают сворачиваться вообще им жарко но и тяжелее переносить вот эту жару дневную у нас завтра будут 23-24 я сейчас пройдусь со шлангом и небольшое количество но пусть там сколько ну по литру вылью в лунку земля уже теплая и это вода она туда-то сильно далеко до корней не дойдет она вот как бы верхнем слое застрянет и я потом сделаю перерыв на два часа и буду ждать когда этот верхний мокрый слой земли опять нагреется вот он опять нагреется уже будет когда снова теплый тут видите нагреется он быстро солнце яркое прям палит нагреется и вот через этот теплый фильтр второй раз я еще пройду опять со шлангом и вылью оставшуюся воду вот сколько нужно для полного увлажнения и тогда то вода дойдя до корней опять же через горячую через теплую землю она уже будет не такой холодный как первоначально если бы я сразу бухнула все это количество холодной воды она туда провалилась бы и корням которым и так скорее всего все предыдущие дни было не очень хорошо потому что ранняя высадка апрель месяц и вот так я немножко хотя бы смягчаю вот эту стресс стресс потому что как я понимаю что если ледяной водой полить они могут стрессануть да вот холодом расах обдашь потом зайдешь завтра сюда они все фиолетовые потому что мы знаем что когда томатом холодно ножки замерзают у них начинается фиолетовый оттенок вот так немного помаленьку а то что им приходит придется приучаться к холодной воде это однозначно потому что даже летом даже через капельный полив все равно они получают воду не теплую до бочка которая вот этот 200 литровая я ее наливаю она день нагревается первая порция проходит согретая вода но вы понимаете 200 литров на такое количество томатов это же очень мало я тут же наливаю сразу вторую бочку холодную уже она еще идет и еще пол бочки вот 450 литров больше половины из которой ледяная холодная вода артезианская из-под земли так что приучаться им все равно надо приучать будем помаленьку закаливать закаливание же должно быть не только к воздуху к солнцу но и к воде который я буду поливать их весь сезон я же не могу теплую воду носить постоянно из дома или подогревать у меня у каждой теплицы стоит бочка 200 граммовая ой 200 литровая больше этого объема согреть я не могу все первые 200 теплая потом холодная вот сегодня будут делать первый полив хотя бы они вдоволь напьются потому что я вижу уже что у них недостаток влаги жара у них все луночки уже высохли видите грунт полностью сухой значит им необходимо лучше я их полью холодной водой но они хотя бы не будут засыхать все вот это о поливе будем приучать к холодной воде холодной водой тоже поливаю вопреки рекомендациям специалистов что только теплой водой но я хотя бы в теплицах не поливаю их по листьям сверху никогда потому что если еще холодные да если еще сверху они вообще на меня обидятся ну все до свидания вот я полила на первый раз видите что только лунки чуть смочены сейчас вода сразу ушла конечно туда сейчас я закрою еще раз теплицу на прогревание этот слой который уже палит прогреется и тогда второй раз налью лунки прям до полного чтобы как можно сильнее смочить видите вся земля пересушена еще с осени потому что мы когда землю сюда нанесли полили ее принесли уложили потом же была осенью солнечная погода весной было очень жарко и грунт мне кажется весь насквозь вот сколько мы насыпали он весь просохший аж хрустит нужно полить очень хорошо но в несколько заходов